Всем привет, с вами Мира Шан, и в этом видео я вам расскажу всё о цветных линзах. В этом видео я собрала всю информацию из интернета, которая только была, надеюсь, что я ничего не пропустила. Вы узнаете, какие линзы бывают, как надевать и снимать, что делать, если линза засохла, и также много других интересных фактов. И давайте не будем долго разговаривать, и перейдем уже к самой главной и интересной части видео. А перед этим не забудьте подписаться на канал, также поставить лайк, так как на этом канале для вас будет очень много всего интересного по косплею и полезного. Сегодня я надела только одну цветную линзу, как можно заметить, но причина просто в том, что это испортилось, и было очень комфортно в ней находиться, и я решила её выкинуть нафиг. Так что сегодня я в таком образе. Ну и начнем с того, что я хочу рассказать вам именно о декоративных линзах, которые можно использовать в своём образе или в косплее. И вообще на самом деле где угодно. В повседневной жизни также можно носить линзы цветные, если, например, вам это нравится. В линзах я выделяю всего 4 вида. Первое это полупрозрачные линзы, которые придают небольшой оттенок вашему натуральному глазу. Особенно такие линзы очень красиво выглядят на карих глазах, как я считаю. Второе это кукольные линзы, обычно используют для косплея, чтобы лицо было более анимешным, миленьким и так далее. Далее у нас есть крэйзи линзы, они обычно очень плотные и имеют очень необычные рисунки. И также есть с сеточкой, например, из этого же разряда линзы. И последнее это склеры. Как раз такие линзы, которые перекрывают полностью весь ваш глаз, или практически весь. Это выглядит достаточно жутко, но для каких-то косплей-образов, или в принципе просто ваших оригиналов, это может очень хорошо подойти. Также склеры можно носить недолгое время, потому что, как вы понимаете, для глаза это очень большой стресс. И дальше уже можно идти по такой схеме. Хорошее у вас зрение или же плохое? У меня плохое зрение, где-то минус 2, минус 2,5. Но я ношу линзы ночные, возможно многие об этом знают. То есть на ночь я надеваю их, они мне правят зрение, я сплю в них. Потом снимаю утром, и у меня прекрасное 100% зрение. Если вы вдруг носите ночные линзы, то знаете, что можно носить и цветные. На самом деле я не консультировалась с доктором, но по опыту уже года 3 я вот так вот делаю, и ничего с моими глазами не происходило. Ну и если у вас хорошее зрение, то вы можете покупать любые линзы без диоптрий. А если у вас плохое, то тут уже сложнее ситуация, потому что вам нужно покупать линзы с диоптриями. Естественно, это будет чуть подороже. Но также я знаю способ, которым, конечно же, никто не советует пользоваться. Когда человек сначала надевает свои контактные линзы, а на них уже цветные. Но я такое ни разу не пробовала, просто об этом только слышала. И мне кажется, что, наверное, лучше не стоит. Лучше купить сразу с диоптриями, чтобы ничего с вашими глазками плохого не случилось. Ну и самих цветов линз очень большое множество. Можно выбрать, опять же, от полупрозрачных до каких-то очень плотных. Ну и расскажу вам также о крэйзи линзах. Это как раз таки все самые линзы, которые могут перекрыть очень темный цвет глаз. Они бывают разных размеров и называются крэйзи они как раз таки из-за своих очень ярких цветов или необычных форм. Например, это могут быть кошачьи глаза, глаза как у Тао, у меня такие есть линзы, просто сеточка, ну и так далее. И сейчас я расскажу о каждом. Первое. Кошачий глаз. Вот вы смотрите на эти прекрасные линзы, думаете? Ой, сейчас я их куплю и стану такой прям кошечкой, нереалочкой и все будет окей. Но на самом деле есть проблема. Заключается она в том, что пока мы сидим в линзах, они не просто стоят на одном месте, а они крутятся по оси. Просто мы этого не замечаем. Ну а если надеть кошачьи линзы, то да, это начнет быть очень сильно заметно. И также не только кошачьи, например, с цветочком внутри, как у Ху Тао. И вы увидите, что ваш глаз вместо кошачьего может превратиться просто в жабих. И это будет, конечно же, не очень. Так что для таких персонажей, у кого такой интересный кошачий глаз, я всегда использую обычные линзы. И просто потом уже в фотошопе, например, подрисовываю туда вытянутый силуэт. Думаю, что для вас это тоже будет лучшим вариантом. Потому что поправлять постоянно во время фотосессии вот так вот линзы на фестивале, я думаю, это, конечно же, будет ужасно неудобно. Второй вид это линзы с сеткой. Я думаю, что вы все видели такие вот линзы, когда у человека полностью, например, белый цвет глаз. Или вот Ху Тао тоже самое, у нее цветок. И вы, наверное, думали, блин, а как вообще люди в них видят? То есть это просто ты надеваешь и сразу слепой становишься и получается. Но на самом деле нет, так как на этой линзе есть сетка, которую можно увидеть. На камере я смогла это запечатлеть, так что вот сейчас вы видите. Но, конечно же, видно очень плохо через нее, поэтому не очень приятное мероприятие. Я всегда, когда эти линзы надевала, мне прям хотелось побыстрее их снять, потому что, естественно, это прям неприятное ощущение, что ты как-то наполовину все видишь. Однако минус этих crazy линз в том, что они очень часто выглядят прям супер неестественно. Но что поделаешь, иногда такие линзы нужны. Но есть еще одна особенность. Какой у вас натуральный цвет глаз? Например, мне повезло, у меня они такие серые, голубые, какой-то вот такой вот цвет. И я достаточно просто могу себе подобрать линзы, потому что их несложно перекрыть. Но если у вас вдруг карие глаза, то вам немножко не повезло, так как этот цвет намного тяжелее перекрыть. Поэтому вам придется покупать или crazy линзы, которые точно смогут сделать яркий цвет. На самом деле, с голубыми глазами тоже не всегда бывает так гладко, потому что... Например, я искала линзы на Того Химика на свой первый косплей. Я купила, наверное, больше трех пар линз. И все эти линзы вместо желтого цвета имеют зеленый, потому что такой яркий желтый смешивается со своим голубым. И в итоге получается зеленый. И поэтому я долго не могла найти линзы, которые были бы прям очень плотные. Но в итоге нашла. Ну и опять же, у тех, у кого карие глаза, я слышала, что лучше всего перекрывают именно crazy линзы. Скажу от себя, что мне очень нравится, как на карие глазах выглядят полупрозрачные линзы. Мне кажется, это очень красиво. На себе я такое, к сожалению, не смогу сделать. Я бы очень хотела, но... Такие вот у меня глаза голубые. Интересный вопрос для всех, я думаю, это где же купить эти линзы? Ну и самый простой способ это Алиэкспресс. Конечно, сейчас еще на Wildberries очень много предложений. Там тоже можете брать. Но на Алиэкспрессе там большой очень выбор. Также они стоят недорого. От 300 до 500 рублей. Где-то так. Эти линзы, можно сказать, ничем не отличаются от каких-то супер дорогих. По крайней мере, по моим ощущениям. Опять же, своим примером показываю, что ношу уже эти линзы с Алиэкспресса много лет. И ничего с моими глазами не стало. Все окей. Ну и также, конечно же, обязательно смотрите отзывы. Потому что иногда какие-то линзы могут быть, например, прям некачественными. И в отзывах об этом напишут. А если отзывы хорошие и все довольны, значит, можно брать точно. И следующий пункт это как же надевать линзы. Но перед этим также очень важная информация. Вы не можете просто взять контейнер и из него достать и надеть линзу. Почему? Потому что этот раствор для линз очень сильно токсичный. И ваш глаз просто умрет. Ну ладно, все не так плохо. Конечно, у вас он не вытечет. Он не станет слепым. Все же вам будет ужасно неприятно. У вас будет красный глаз. И вы, скорее всего, после этого скажете, что вообще не хотите больше надевать линзы. Потому что было очень больно. На самом деле, вы просто не знали, что надо делать по-другому. В общем, вы покупаете контейнер. Достаем все содержимое и вынимаем из контейнеров линзу. После чего берем новый и заливаем туда ваш раствор. И помещаем линзы именно туда. И после этого надо подождать где-то 5 часиков. Ваши линзы полностью готовы к носке. И после каждого надевания нужно менять жидкость в контейнере. И у вас не будут умирать глаза. Также перед тем, как надевать линзы, всегда мойте руки. Потому что если у вас на руках будет какая-то пыль, какая-то грязь, то, во-первых, вы можете какую-то болезнь подхватить. Во-вторых, у вас это может остаться в линзе. И будет очень тоже неприятно, если у вас под линзой какая-то там пылинка. Так что обязательно тоже моем руки. Это прям не забываем. Многие, кто вообще ни разу этим не занимался, боятся вообще трогать свой глаз. И даже не знаю, что делать таким людям. Я лично привыкла к этому. Поэтому я ношу линзы ночные уже достаточно давно. Поэтому мне не проблема потрогать свой глаз, достать линзы и так далее. Поэтому учиться надевать цветные линзы было также очень непросто. Но сейчас я вам продемонстрирую, как это я делаю. Ну и когда вы уже сделали все эти процедуры, подождали 5 часов, пока линзы поплавают в вашем любимом растворе, то можно, конечно же, уже их надевать. Контактную линзу можно достать из контейнера двумя способами. Первый это просто руками. И второй это специальной пипеткой. Я пользуюсь руками, несмотря на то, что у меня большие длинные ногти, я просто уже к этому привыкла. Спокойненько, аккуратно их беру, и все нормально. Но вы делайте уже как вам удобней, потому что все-таки, наверное, даже пипеткой будет более чисто. А далее мы убираем, скажем так, всю влагу. Можно салфеточкой немножко так промокнуть. И смотрим на линзу. Вот, типа, вот так вот примерно. Сейчас вы увидите, как должна и не должна выглядеть линза. Смотрим, чтобы у нас края заворачивались именно как чашечка. Один раз я надевала на фестиваль линзы, и случайно перепутала сторону. И я это прям почувствовала, потому что когда у меня глаз уже немножко привык к линзе, у меня, короче, вот эти края, они начали вот так вот отходить от глаза. И я прям моргаю и чувствую, что, да, кажется, я не той стороной надела эту линзу. Потом переодела, и все было нормально. Но в любом случае надо надевать правильной стороной, так что очень за этим следим. Когда у вас все верно, вы что делаете? Многие вообще просто берут и надевают линзу, но я настолько привыкла каждый раз закапывать туда каплю и надевать, что я делаю именно так. Ну и плюс я заметила, что когда я закапываю туда, то у меня после этого не болит глаз, а сразу все так ложится, вообще никакой боли нет. А когда я на сухую надеваю, мне обычно безумно больно. Не знаю, почему и с чем это связано, потому что знаю, что многие как раз-таки просто на сухую могут это все надеть. Я делаю по-другому, и вам, наверное, тоже советую, потому что, ну, по крайней мере, мне это нравится, мне это помогает, и вообще никакой боли нету. Так что пользуйтесь. Теперь, когда вы закапали одну каплю в линзу, уберем пальцами разных рук свои веки. Причем именно снизу, чтобы держать также ресницы. Таким образом ваш глаз будет хорошо открыт и не будет закрываться. На первых порах от страха вы можете начинать моргать, отворачивать глаз, но попытайтесь расслабиться и смотреть прямо. Когда вы надеваете линзу, смотрите на себя в зеркало, а не на приближающийся объект. Так вы сможете контролировать процесс. Крепите сразу к радужке, так будет лучше всего держаться. Тут главное без паники. После того, как вы надели линзу, поморгайте и привыкните. Если спустя 30 секунд вы ощущаете глаз очень неприятно, то нужно снимать линзу и надевать заново. И сейчас я покажу, как это сделать. Есть много способов, но мой любимый, это просто скатить линзу вниз, потому что с моими ногтями я не могу вот так вот взять. Я, конечно, видела, кто-то вот так вот вообще снимает, но мне удобнее просто вот так вот скатывать ее вниз, пока она не скатится. Также есть условия хранения линз. Вы должны хранить их в контейнере. То есть не просто вы их сняли и положили куда-то, выкинули, потому что так они просто засохнут и испортятся. А вы берете новый чистенький контейнер, наливаете туда растворчик и храните. Я даже свои контейнеры подписываю, сколько миллиметров и также какой цвет. Также на упаковке всегда есть срок годности линз, но если вы их редко надеваете, например, как я, я могу, например, какую-то пару линз надевать там, ну, пять раз в год, да. Мне кажется, что тогда эти линзы можно вполне себе использовать и дальше, что я и делаю. То есть у меня некоторым линзам там по два года или даже больше. Но так как я их редко надеваю, они нормальные, но все же какие-то линзы могут прийти в негодность, как, например, одна из вот этих линз. Так что да, за этим надо следить, конечно же, за своим здоровьем. И если вы чувствуете, что уже с линзой что-то не то, я слышала еще ситуацию, что линзы могут выцветать, приобретать какую-то странную форму, с ними что-то может происходить странное, и если вы это замечаете, то, конечно же, эти линзы надо сразу выкидывать и просто заказывать новую пару, чтобы с вашими глазами ничего плохого не произошло. Какая есть комплектация у линз? Обычно вам всегда отправляют их или вот в такой вот коробочке, и внутри обычно всегда идет контейнер, но, кстати, вот с этими линзами у меня почему-то его не было. Либо же кладут бутылек с линзами. Кстати, ни разу таких у меня не было. Но что делать, если линзы все-таки высохли, вы решили сделать какой-то косплей, открывать линзы, а они полностью засохли и выглядят сморщенными, очень некрасивыми и странно. Эх, можно подумать, что ну все, значит конец, надо их выкинуть, и вот очень жалко. Так я и думала, но на самом деле это можно исправить. А каким образом? Сейчас расскажу. В общем, вы просто берете ваш контейнер и заливаете вместе с линзами вашим раствором. Даете так несколько часов, и все, ваши линзы готовы к носке. Я в первый раз, когда такое увидела, я такая, боже, типа так жалко. Причем это были новые линзы, я их надевала буквально там один раз, и я думала, ну все, значит конец. Но потом залезла в TikTok, и оказалось, что это частая ситуация у косплееров, потому что мы, ну, не так часто надеваем какие-то линзы, у нас их просто очень большой арсенал. Соответственно, залила их, и все. Они живы, так что тоже так делайте. Ну и также я хочу добавить, что в идеале вам нужно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас плохое зрение, и спросить, можно ли вам вообще носить линзы цветные. Потому что есть глаза, которые очень к ним чувствительны. И если это правда так, то, конечно же, не стоит их надевать. Можно, в принципе, это все исправить в Photoshop, если вы делаете какие-то фотографии. Пишите в комментариях, как вам это видео. Я надеюсь, оно было вам очень полезно. Я постаралась собрать абсолютно всю информацию о линзах. И, конечно же, пишите, какое у вас зрение, хорошее, плохое. Будет очень интересно почитать. И также не забывайте, что у меня есть социальные сети, например, группа ВКонтакте, где также есть ВК-донат, где можно меня поддержать, выход новых видеороликов, увидеть всякие спойлеры к новым видео, эксклюзивные фотографии, какие-то интересные посты по косплею, например, по крафту, подробные туториалы по созданию. Ну, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Смотрите, какая булочка с корицей просто. Какая милашечка.